Песни под баян, частушки, такой досуг большинство постояльцев дома престарелых уважает и им не пренебрегает. Поют почти каждый день, зазывая в гости местного музыканта. О пандемии старики наслышаны, но на болезнях не зацикливаются. Одна из тех, кто не любит отчаиваться, Галина Петровна. Она главная рукодельница пансионата. Вяжет коврики, а также носки и шапки для своих внуков и правнуков, которых, к слову, больше, чем игроков в футбольной команде. 14 человек. Свои творения бабушка одела и постояльцев пансионата, которых, к тому же, стремится приобщить к своему хобби. Что делать так? Ну, занимаемся чем можем. Такая жизнерадостность – нехарактерное явление для домов престарелых. Ведь на закате жизни многие из постояльцев остаются одинокими и очень страдают от этого. Руководство центра старается скрасить досуг подопечных, проводит мастер-классы и организует праздники. Один из самых любимых, конечно, Новый год. Замотивированные пожилые люди, да, они быстрее начинают ходить, если у них есть стимул. Они быстрее выздоравливают, если у них есть стимул. Ну, а когда стимула нет, то есть они быстро увядают. Специалисты дома престарелых гордятся своими подопечными, которые, несмотря на что, находят смысл жизни и при этом поддерживают других. Но сотрудники центра призывают родственников не забывать о своих стариках, ведь главная радость для последних – внимание и забота близких людей. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует... Продолжение следует...